Ну все, окей, мы заканчиваем статью, если хай, то не статья, это продолжение комментария Рамина Адина Штензальца к недельному разделу Баешев, вот, и это, у него весь комментарий разбит на, скажем, сюжетные эпизоды. Это эпизод продажи Йосефа, вот написано глава 37, а мы, соответственно, кафе, ты сказала, по-моему, да? Да. Мы, соответственно, вот в прошлый раз дочли до этого места, мы находим внутри очень-очень драматического истории о том, что вот как раз братья бросили Йосефа, уже он к ним приблизился, они его сговорились, когда успели сговориться, пока он к ним не подошел. Ну, два, может быть, не были в точности, знали, что остальные делают, Рувен и Еуда, Рувен, по-видимому, не знал, но они его бросили как бы по совету Рувена, они стали убивать, а бросили как бы в яму, про которую сказано, что в ней она пустая, в ней нет воды. Окей, нет воды, но есть всякие гады, скажем так. Окей, ну и вот буквально с этого места мы продолжаем дальше. Ну хорошо, Ань, ты можешь начинать? Да. Окей. Так, ну как-то я так поняла, что они не видели в этом деле, как бы сказать, некоторые случайные вещи, сделанные в момент слабости, как-то так я поняла. Честно говоря, как бы даже по простому смыслу иврит, но как бы понятные слова, Маида – это отступиться вообще. Какая-то оплушность, соответственно, Мааду это тоже совершить. Да, ну вот и в современном мире тоже Маад, Маад. Но есть такой, например, Маадбетовкидо. То есть он облажался своей как бы своей должностью. То есть человек Маадбетов, там коррупция, сделал что-то не так. Но даже не то, что он неплохо выполнил, а то в смысле, что он что-то нехорошее сделал, что не соответствует. Но в таком физическом смысле они отступились. Наверное, идея такая, действительно, что они не видели в этом действии. Какой-то ошибки, которую они сделали в момент слабости. Они не видели, потому что иначе невозможно объяснить, каким образом они сели и есть. То есть они были совершенно бесчувственны. Но в общем, как бы это трудно склеить на самом деле. Окей, дальше. Так, Мацфуним. Мацпуна, слово Мацфуна. Мацфун, шелая Мацпуна. Ну, наблюдатели, значит. Не-не-не, почему? Их совесть. Мацфуна мало амена. А, Мацфуна мало амена. Да. Менамэгэм. Ликво. Сэуда бээт. Жа Ахиэм. Ахиэм. Ахиэм, да. Судээм. Мэшавэ, наверное. Правильно, да. Мимамакин. Правильно. А, вот так. Их совесть не, ну, как бы сказать, не... Не препятствовала. Ну, дословно, не препятствовала. Не оттолкнула их. Да, правильно. Ахиэм, чтобы устроить трапезу в то время, как их брат взывал к ним из вот этой ямы. Да, Мэшавэ, да. Мэшавэ, это, в общем, молить о избавлении. Мимо Ахиэм. Ну, из глубины, в смысле, из глубины этого колодца, скажем так. Окей, дальше. Так. ВСУ, Эйне, ВРУ, Вейне, Орхат. И подняли глаза, и видят вот караван. Шейрат, Шейрат. Ну, да, ВЖУ, Орхат, непонятно. Это как бы непростая структура, еще понятно. Колонна, или караван. Караван, да. Ишмэли, Ба, Мегилат. Мегилат, который... Да, Ба, Мегилат, да. Из Гелада. Вот. Так. Ишебэвра-эрден. Прочитала ты Шебэвра-эрден? А, вот, Шебэвра-эрден, который в долине, получается, или как это, брод... Шебэвр-эр-эрден, я думаю, на другой стороне. Я думаю, на другой стороне Иордана. Только какая-то страна, честно говоря, надо понять. Страна как бы... Там даже карта нарисована. Там дальше карта будет нарисована даже. Это там. Именно выше. Ну, хорошо, дойдем, посмотрим. Ну, в общем, они перешли с другой стороны Иордана. Сейчас погодим. Так. Наверное, там выше, по-моему, чуть страничка. Да, да, да. Там карта выше. Да, вот, вот, вот. И что дальше? Так. Бэмэшэх, да, рот. Бэмэшэх, да, рот, арабім. Ад кров лэямэйну. Гаю, ну, агім, нос им, мина, сафон лэмецраэм. Лэхацэцэд, эт гаэрдэн. Мээрава. Да. Бэлээншэх, лээвер. Ашэхла. Не, ашэла, долина. Ашэла, ашэла. Не, 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 ашэлаэля. в Нушак Лемек Израэль это географические описания он описывает как-то в продолжении многих поколений про Флеймейну даже почти до наших дней Аюна Агим им было обычай у путешественников которые съехали с севера Мецегипта чтобы пересечь Иорден Мэр Ван Мэр Ван Мэр Ван Которые пересекали Иорден на западе Лемшик и продолжали переходить долину Швила дорога Дорога Датана дорога Датана в Нушак граничащую Лемек Израэль граничащую долину Израэля я тоже как-то не очень себе представляю но это посмотреть можно ну как бы географическое объяснение поскольку у нас как бы основная идея это в общем понять по простому о чем речь идет в принципе мы поняли те кто хотят более подробно то в общем надо действительно посмотреть карты и понять честно говоря я не очень в этом как бы и разбирался поэтому сказать я тоже географически слова как бы понятны так гмалеям но с им на ход верблюды везли пряности получается ну или благовония благовония босамин босамин да босамин беклаль о как бы в общем босым месуям и какое-то особое благовоние получается или особое благовоние уцри уцри я не помню что там такое какой-то этот гелатский бальзам что ли что-то такое там было сказано да босамин да да что-то такое так аннахшов да аннахшов аннахшав аннахшав который считается аннахшав считается лебосым босым лекар я кармиот ши цемах бе эрец афлеахар и мэй абэй ташини который считался самым таким дорогим очень дорогим наиболее дорогим вот этим каким-то благовониям, произрастающим в стране даже уже после времени Байташини, второго храма. Правильно. Все правильно. Аль ромаим амру шагаю мешалим мешалим эт махеро бэзаав. Насчет, что говоря о римлянах, или римляне говорили, что будут платить за него золото. О римлянах говорили, что они платили за него золото. Правильно. Цри Агелаат Хаю Мефурсамэн И вот этот глаатский бальзам был известен. Знаменитым, известным. Авекров Левадай Коров Левадай Коров Левадай, Шацамах Байкар, Баймекарден. Похоже, скорее всего, что он произрастал главным образом в долине и Орден. По проценту. Так, Велод тоже какое-то некое благовоние. А в Гуцамах Шишемеш Только не Санки Цемах, здесь это существительное. Что? В Гуцемах он растение. Да, в Гуцемах А, это растение. Шишемеш Ле Так Ивкат Ивкат Афакат Афакат Это растение, которое используют для добывания, использования Афакат Афакат Очень распространенное слово. Это производство. Производство Благовоние. Да, сейчас это очень часто употребляется то, что по-русски по-моему переводится постановка фильма, постановка специальная. Ле Афакат Афакат Или Афакат Офа И вообще вот это вот существительное называется Афака. То есть Афака это постановка. Ну то есть только постановка не то, что это представление как по-русски, да? А постановка в смысле, что вот устройство всего представления называется Афака. А есть от этого действительно другая форма форма эфиля Ле Афик. Вот Ле Афик это производить что-то. Например, когда человек там вкладывается в акции на бирже, да? То подразумевает, что он о мефит мезе тот салон. Что он из этого получает какой-то результат. Кстати, человек, который делает эти Афакат, да? То есть как бы ну менеджер, наверное, как это называется? Забыл слово по-английски. Типа менеджер. А, продюсер, да. А, продюсер, правильно. И вот продюсер это то, что вот Ле Афик это продюсер на современном иврите. Афака это действительно заниматься продюсированием. А человек, который продюсер, он называется Мефик. Окей? То, я считаю. Голхим Ле Орид, это б самим, это б самим Галелу, Мицраем, Акдей, Лешавакам, Шавкам. Лешавкам, Шам, правильно. Значит, они шли, чтобы отвезти эти благовония Мицраем. Ну, основно спустить, правильно, потому что, как бы, Израиль... Тель продать. Ну, да. Дей Лешавкам, Шам, Лешавек, Шывук, тоже очень важное слово в современном говорите, Шивут это маркетинг. Поэтому Лешавкам, это как бы, ну, по-русски, я не знаю, маркетировать говорят, так сказать, нет, вообще говоря, продавать. Ну, а слово Шваким. Шук, это рынок, во множественном числе еще добавляется ВАВ, Шваким называется, окей, вот, а глагол от этого Лешавек, это тоже очень важное слово. Почему? Потому что в мире, как бы, капитализма бизнеса, грубо говоря, любую вещь, которую мы фиким, которую производят, да, дальше она не может лежать мертвым грузом, значит, это бессмысленное производство, должно быть, надо как-то деньги из этого получать, правильно? Это какой-то выгод. Это же главы, надо этого Лешавек. Поэтому вот тут написано, если весь стадия этого процесса, сначала есть АФК, то есть мы фиким боссом, а потом, чтобы получить как бы за него деньги, либо какую-то тумуру, какое-то вознаграждение, да, то его надо Лешавек. Вот Лешавек остается, значит, втюхать. Вот этот шивук очень важное слово. Окей? В экономических всяких отчетах. Да, Тимофей, давай. Мерси. Окей. Ваумер Иуда Эляхав. Да. И сказал Иуда своим братьям. Надоеца. В чем прибыль? Да, мабеца, да. Да, мабеца. Манарвих михах. Думаю, на этом заработаем. Ну, такое вообще дела были в голову. По-видимому, братья настроены, то есть морально тут вообще не слишком есть какие-то установки. В основном все как бы основывается на прямом смыслу, но типа ребят, нафига нам это делать? Что мы с этого наварим вообще говоря? Да? Опять же, возначаясь современному эуриту, но вот в том, как сейчас говорят, мне кажется, это не слишком употребляется, да? Беца, это вообще не очень хорошее слово в современном эурите. Это что-то типа жадности. То есть, когда говорят Беца, это вот, когда капитализм обвиняли, что там все в наживу. А, да, вот Беца это нажива. Например, современники сказать, стоит ли это делать, правильно? Обычный разговор такой, а им за шаве. Шаве, в смысле, да, а что, сравнивать, да, говорят, за шаве, лазут и за, вообще-то стоит это делать, а так говорят Беца, это все-таки татанатические, и так так не говорят. поэтому, Рафштензаль здесь обезьян, манарвех, не знаю, то есть, как бы, о чем мы с этого наварим? Ревах, вы тоже знаете, поскольку у нас братья коммерции занимаются, у нас все связано с коммерцией, да, вот эти самые Беца, теперь, до этого были Шваким, про этих Караван было сказано, ну, а теперь уже Дарвахим зашли. Вот, что Шваким, что эти самые это все бесконечные слова в экономическом мачете, да, кто Ирвех, столько-то, а этот Ирвех, столько-то, кто что зарабатывал, акции, и все, это бесконечное слово от слова Ревах, да, окей, ну, окей, какая нам прибыль с этого будет, что дальше, какая нам прибыль будет от чего? Ше на рог это Ахину, ахисину это Дамо, от того, что убьем нашего брата, да, покроем его кровь, и покроем его кровь, ну, да, вот, я еще не посмотрев на Штензальца, у меня тоже было в голове объяснить это так, Кисину, в смысле, как, как он объясняет? В Настер это Айнян, и с кровем, это дело, покрывать кровь не в том плане, когда заповедь о том, что, когда убивает животное, и кровь сливает на землю, то эту кровь надо покрывать, она не была видна глаз, здесь как бы идея в том, чтобы скрыть это, это по-простому говорит, странно, что здесь как бы вся та сильная аргументация, которую комментаторы пытаются каким-то образом оправдать действия братьев, да, говорят о том, что он за ними гнался, Дина Родеф, что он хотел их отнять вообще на среде Авраама, про это вообще не упоминается, когда он говорит, а что, что мы его убьем, вот вся идея была его убить в том, чтобы как бы он у вас не отнял всего остального, тут как бы вообще этой темы не, просто им говорит, а что, зачем вообще это делать, в чем на этом выбирать, окей, предлагает им бизнес-план, в чем он заключается. Пойдем и продадим в рабство, в рабы, и Змельтянам, которые встретятся здесь. И давно, которые как бы случились. Оказались, уже оказались. Оказались, да, которые оказались, то есть мы специально не доказывали этот караван, но если уж он так очутился, давайте продадим хоть заработаем, а что его просто так убивать. Да, ну, так, не знаю, по-житейски звучит все это чудовищно, но как бы такие объяснения. Окей. В принципе, по-моему, ничего там и не заработали, так что прям как трактовать. Может быть, что-то они ему продали, я не помню, сейчас будет писаться. За какие-то сандалии там. 50-50 серебряных монет, ну, типа, да, 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 очень, в общем, мало этого. Ну, ладно. А измельтяне удалят его отсюда. Ну, то есть скрыть это дело, то есть в этом тоже как бы есть смысл, правильно? Окей. Вальколь Паним. Вальколь Паним. Паним Юдейну Аль Тей Бом. Да. В любом случае. Ну, и как бы по-любому Вальколь Паним. Если все, что я вам сейчас сказал, все эти Ревахирмы, то, что они его везут подальше, что бы исходило. Если вам как бы все это не слишком говорит, или как дополнительный аргумент, что Ядейну Наши руки не будут на нем. Ну да, то есть, грубо говоря, мы реально его не убьем. Вот и все. То есть мы не будем повинны в невинной крови. Окей? Как объясняют? Да, здесь поясняют. Ну да. Мы не будем... Ну, не га в данном случае лагает, это дотрагиваться до него. Ну, как бы, все-таки здесь это больше не га, в смысле не в га. Мы не будем его поражать. Но как бы мы не дотронимся до него в том смысле, что не причиним ему вреда. Правильно? Читаем дальше. Ке-харе-аколь ахину псарейну богу. Ну да, вспомнил. Потому что после всего брат наш и тот наш... Ну да, по-любому я бы сказал в современный русский язык, если я его правильно понимаю, да. Ке-харе, он говорит, ну мы по-любому как бы его брать. Нам не положено так делать, да, ке-харе-аколь. Ахейну, да, правильно, как ты сказал. Ахейну, псарейну, да. Вааляну левгоа богу. Вот видишь, как да. Да. Левгоа. Левгоа это поражает. Причинять вред. Причинять вред. То есть вот здесь был на лезвии не га, а здесь левгоа. И вот эти слова, они как бы, ну близкие по звучанию, близкие по смыслу. Только левгоа, это слово всегда имеет отрицательное значение. По-моему, по-английски это харе называется. Это всегда имеет значение. Левгоа это плохое слово, оно ужасно звучит. В современном иврите это все связано с пигуимстерой. То, что по-русски переводится теракты, это пигуа. Левгоа это кого-то поражать. По-русски что же, ну, правда, он поразился в хорошем смысле слова. На иврите это слово левгоа, это всегда физический ущерб. Это слово всегда имеет отрицательный окрас. Слово плохое по смыслу 100%. Окей. Так, дальше. Да. И послушали брать его. То есть, приняли совет и неуды. Ну да, ну вы знаете, слово шама, шама, ну, всегда такое слово. Всегда приходит на ум как бы шма и сраиль, да. Шма и сраиль в смысле, что слушайте, или слушать это и слушать и понимать. То есть, как бы, это не просто слушание, то есть, это и слушание физическое, правильно? Но, с другой стороны, это и слушание, когда это слушание, то есть, что ты понимаешь услышанное. Поэтому, естественно, здесь перевод такой, вы и шма, не то, что у них до ушей просто дошло. Они сидели рядом, как бы, понятно, что физически они слышали. Чем говорили, что они его услышали. Понимаешь, услышали? То есть, они рядом сидят. Потому что здесь услышали, как раз то, что они, как бы, приняли это. Они приняли это, как здесь написано, именно кибло этот ста шевилда. То есть, они приняли его совет. Окей. Ну, хорошо, Аня, переходим к тебе, правильно? Да. Так. Ваявру. Анашим. А, медианим. Ну, тут же другие появляются. И проходили люди медианцы, медианские. Ну да, тут еще и другие тоже проходили. Ну да, тут надо объяснить тех, как бы, механизм, как это было. Нам говорили Шмейлим, а почему-то медианим. По-видимому, там, как бы, несколько раз была куплена продажа. А как они, в конце концов, при Шмейлим попали, если реально его вытащили из колодца медианим? Ну, по-видимому, сейчас это будет объясняться. Да? Так. Аю, шезиу, эт медианим асухарим, и мэш аим айшмейлим. Да. Шэнискеру. Правильно. Пасук акодэм. Акодэм. И, как бы, след нужно, как бы, нужно различать или распознавать, различать медианских купцов с шмейлитьяном. Я думаю, что вот эти вот аю, аю, я думаю, аю, это были те, которые, я думаю, что это имеется в виду комментаторы. Были те, которые зиу, то есть, как бы, обнаружили, я думаю, да, или идентифицировали. Да, вот эти инфицировали медианим, эти, сухарим, вот этих торговцев медианим с ишмейлим, были те, которые, как бы, считают, что вот эти вот медианим, они им делали такой же зиу, как и шмейлим. Потому что медианим, по существу, это те же самые шмейлим, по-другому называть, по-моему, такая. То есть, это те же самые. Ну, да, потому что иначе непонятно слово зиу. Зиу – это слово однозначно. Да, как на иврите называется удостоверение личности. А, ну, это аудат зиут, а вот это. Правильно, аудат зиут. Как называется, что такое лазао? Лазао – это определить, классифицировать, в смысле, правильно? Отделение в полиции, которое занимается нахождением улик какого-то преступления. Называется «зиуй плели». То есть, зиуй, зиуй – это стопроцентно идентифицировали. Поэтому я думаю, что здесь мы правильно поняли, что были те, имеется в виду, были такие, изменаем какие, комментаторы, да, которые олицетворяли, можно по-русски, идентифицировали этих медианим с ишмейлим. Да, шинискеру по посухам Кудэм, которые что? Напоминаю все в предыдущем посуде. Да, правильно, дальше. Колеле, аэм, навадим, сухари. Ну, в любом случае, все они были кочевниками, кочевыми. Да, навадимы – это кочевники, да, навад. Мне кажется, я сейчас очень осторожно это говорю, но можете проверить. Мне кажется, навадима слово «наванет» есть, а то, что про Каина сказано, что Каин, он будет болтающимся, да, вот этим, он не будет пристанищем. Ну, да, навадима. Правильно ты говоришь, да, правильно ты говоришь. Мне кажется, мне кажется, я где-то читал навадим, это наванет, но я очень осторожно это сказал, окей? В общем, навадима. Правильное слово-то тоже с самого корня нот – это скитаться. Есть очень близкое слово «как на иврите» навигация на местности. Невут. Вот невутим солдаты, да, которые, ну, как бы должны служить, у них курс, или там сколько-то времени курс молодого бойца, или спецподготовка, да, к боевым частям, там есть отдельный, как бы, курс, который называется не вутим, а слово «ленавет». Да? И, как бы, в политическом лексиконе это очень важное слово. Вот человек, Скаак Рабин, когда он стоял на трибуне, да, он говорил, за ним, потом повторяли. «Ани инавет!» «Ани, я сделаю так, я сделаю инавет, начать, я буду не просто руководить, я буду направлять». Вот направлять. Я думаю, что оно, как бы, и звучит близко. «Ленавет» и «ленавет-д», да, ну, там, с «т» там. Окей? Это называется невутим. Тоже, наверное, близко, как бы, по смыслу. Но, в общем-то, наводим, это сто процентов, это, как бы, кочевые, то, что по-русски переводится, кочевые племена. Они оседуют. Окей? Дальше. Ахарим. Ахарим, раубы, медианим. Да. Вот сашины. Ну, да. А другие видели в медианах другую группу, другую группу. Ну, да, то есть, это не то же самое. Да, да. Шеи? Так. Шеи? Шемешха. Шеи, ше, мошха. Шеи, ше, мошха. Шемешха? Альта? Какие слова? Феалта? Вытянула и вынула, и вытянула. Ну, да. То есть, это не те же самые, а был некоторый механизм. Ну, там, раньше же, раньше, сначала продали одним, потом... Правильно. А те взяли, а те тут же перепродали и следовали. Да, правильно. Да, да, да. У них такой быстренький бизнес и были, да. У них эти были. Проходили и шмейли. И мы тут, вот эти ребята, значит, Ахим решили, что нам его убивать. Юда их уговорил. Нафига? Давайте заработаем деньги и кровь не будем проливать. Они говорят, Сабаба, отлично выглядит. Давай так оно и сделаем. Окей? Ну, и пока они, значит, это самое думали, а вот тут как рядом медианим как раз проходит. Они их продали, видимо, медианим. Медианим его подняли. Вот. И тут же между собой договорились, а давайте его и шмейлим сдадим. То есть, надо как-то объяснить, что если я все-таки в Египет попал. Правильно? Да. Окей. ВМКРУ, ЛЭФИ, АПЕРУШ, АЛИШОН, АХЕЙЕСЕФ, ВЭЛЭФИ, АПЕРУШ, АШИНИ. И продали, согласно первому объяснению, братья Естефа и согласно второму объяснению, а медианим. Медианим. Ну да. Кто кому продал. Да. Кто продал. Так. Продали кого? Слегка, слегка. А что там за цветочки? Можно? Это те, про которые мы говорили. Вот это благовоние, видимо, которые там... Афарсимон? Афарсимон это абрикос. Вот это вот цари, цари, видимо, под вопросом. Это тот самый... Лотом, честно говоря, не знаю. Гелатский бальзам, а это вот этот лот, который тоже как благовоние. Афарсимон это, наверное, то, что пахнет абрикосом. А не хурма это афарсимон или афарсак была хурма? Хурма еще не расслабляет. Нет, сейчас. А нет, как хурма называется? Нет, это не хурма, по-другому называют. На букву К как-то. Сейчас скажу. Как называется хурма? Я забыл. Сейчас у нас... Афарсимон, кстати, хурма, правильно ты сразу сказал. Что? Афарсимон действительно хурма, хотя хурма, как хурма... Афарсимон, по-моему, это абрикос. Ну, тогда, тогда. Афарсимон это хурма? А, ну окей. Ребят, ну ты видишь, ешь и не знаешь, что. Хурма не росла еще в Израиле. Честно говоря, да. Она росла, ее привезли из Японии, только в каком-то там, в десятом, там, в четырнадцатом веке. Ну да, наверное. Там еще больше не было. Окей. Ну, хорошо. Перенесли название, наверное, с этого. Наверное, да. Продвинемся дальше. Так, вы, значит, продали Юсефа Лэйшмэйли. Да, кого продали Юсефа Лэйшмэйли. То есть, в конце концов, вся эта процедура была в том, что Юсефа была продана Юсефа Лэйшмэйли. Такие допрога. Алефиа Перу Шашини, согласно второму объяснению. Да. Айхим Ло Итнагду Лэмэхира. И братья не сопротивлялись в этой продаже. Да. Так. Вэшима Ло Яду, Алея Клали. Так. Что не они, как это сказать, что Яду, не знают о нем ничего. Да, сейчас вот начинается быстренькая разборка, а что конкретно знали братья. Потому что у нас нет протокола, как бы их, с кем Юда разговаривал. Кто из них конкретно знал. Как это все происходило. Происходило все очень быстро. Поэтому, ну, как бы, вот Рафшнензальц, он выдвигает несколько, как бы, вариантов. Даже по пшату. Ушма. Значит, шма. И может быть. Ушма это может быть. Да. Ло Яду, Алея Клали. Ничего не знали. Они вообще ничего не знали про продажу. Почему? Они о продаже. Да. Кидмум. Кидамэм. Кидмум. Амдианим. Вэма макру. Я бы сказал, что встретили, встретили медианцев. Не, я думаю, не так. Кадмум. Лэкадэ. Я думаю, что здесь их опередили. А. Медианим их объединили и продали его. То есть, грубо говоря, пока не сидели, обсуждали, тут быстренько случились по этому, по этой линии, да. Быстренько случились медианим. Которые увидели, а, там человек какой-то орет в этом самом. Говорят, так а что он орет? Давайте пока он живой, мы продадим его рамство и все. И тогда как бы братья вообще не в курсе. Дело были, кто куда его продал. Это одна из теорий. Окей. Вэллай. А другая теория какая? А может быть, возможно, ахинем шейзмует аулад юсефа, алиэзимим, вэт махирто, лэйшвэль. А возможно братья сами шейзму, которые замыслили, как бы. Шейзму это даже, правильно можно сказать, замыслили, но в современном береге замыслили, алиэзму это как бы инициировали. Вот они сами инициировали. Сыровали поднятие юсефа в руки, передача в руки медианцам и продажа его ишмелетянцам. Окей. Хочу сказать вот это вот слово тоже юзма. Оно важное в современном иврите. Во-первых, юзма это инициатива. Вот, например, есть Женевская инициатива, еще какая-то. Она называется юзма Дженева, например. Или еще называется юзма. А с другой стороны, в повседневной жизни очень важный человек. Вот я не знаю, подскажите мне, есть ли в современном русском языке человек, а, инициатор. Инициатор, по-видимому, правильно, из инициатива. Инициатор, да? Вот инициатор. Он называется язам. Язам очень важное слово. Почему? Потому что в капиталистическом мире, ну, так по-простому сказать, для того, чтобы что-то произошло, да, если это не государственный проект, а практически в таких проектах государство берет все время кого-то. То есть человек, а, государство может посетить тендеры, то, что называется, правильно? А с другой стороны, может быть, инициатива. Человек купил земельный участок и хочет на нем построить дома, которые он потом квартиры будет сдавать. И дыра, это даже там, где строится, обычно, в этих больших счетах, где написано архитектор, то, все, и кто осуществляет работы, правильно? И там обычно пишется тоже язам. А кто вообще, как бы, ну, может быть, это не руководитель, а тот, кто, он вкладывает деньги во весь этот проект, который является инициатором. Вот называется. Инвестор, это инвестор, да, если деньги вкладывает. Ну, не факт, понимаешь, инвестор, он может привлечь, привлечь, да, привлечь какие-то финансовые средства для того, чтобы кого-то взять. Но он, как бы, стоит во главе этого дела. Он, он. Ну, может быть, ты провал, говорит, в бысте, случайно, наверное, человек, который сам, у которого есть бабки, которые вкладывают. Но еще может быть, что человек, который, как бы, привлекает какой-то, он, прежде всего, есть инициатор этого проекта. Тогда называется, у нас называют, называют, когда сейчас висит щит состройка и пишут, что гениальный подрядчик. Нет, подрядчик – это каблан. Подрядчик, которому вот этот язам говорит ему, он говорит, я хочу построить здесь вот дом, да, что ему для этого надо. Много кого надо, в том числе и надо человек. Человек, который будет руководить всех работ. Реально. Каблан, с которого может говорить, как продвигается стройка. А каблан, может быть, еще эти самые кабланин, тат-каблан, который под ним еще субподрядчики. Субподрядчики. Нет, но в главе всего этого изначально. Тот, кто именно, если какой-то проект именно такой. Да, окей. Но во главе всего этого, прежде всего, начинает человек, который инициирует что-то. У него есть идея. Он движок всего этого делал. Вот они тоже здесь написаны. Ахим Эл-Шей Язму. Кто вообще не ценировал весь этот процесс? По одному мнению. Но это вообще братья вообще по этому не знали, что. Они хотели его продавать. Но реально так все, кто это сделали, все медианим сделали. А по-другому нет. Это именно братья сделали всю эту штуку. Окей. Продали медианим, а медианим продали Ишмейлиму. Окей, два мнения. Дальше. Юсеф. Юсеф Немкар. Байс Рим. Вот, пожалуйста. Продали за 20 серебряных монет. Ну, не 30, не 30 в известной истории, а 20 все-таки. Окей. За 20 серебряных монет. Ну, там не монеты, скорее всего, были, а кусочки слизки серебра. Ну, вот сейчас он объясняет. Не было монет в наших планах. Ну, еще лучше, вообще замечательно. Ну, Никар это типа выдающийся, но только все-таки не в смысле, как по-русски говорят, он выдающийся человек, как не говорится. А, да, значительная сумма. Значительная сумма. Машмутти, синоним Машмутти, Машмутти. Никар, да. Шейдхалек. Который поделили между... Ну, да, по-простому все продали и поделили. Замечательный бизнес. Дальше. Воявил от Йосефа Митраема и увезли, привезли Йосифа в Йосифа. Ну, имеется в виду и шмели, то есть, ну, как бы не братья, а... Они сказали, что комментаторы говорят, что это значительная деталь, что там благовоние везли, что ему не пришлось. Они обычно нефть возили, это же арабы были, шмолеттянь, они нефть возили. А туда не благовоние. Случилось, что случилось, что они везли благовоние. Ну, как бы подсластили судьбу несчастного отрока. Будешь сжать керосином там подороги, а очень даже приятно. Ну, это подсластило судьбу несчастного отрока, который любимые братья, они вот такой бизнес устроили. Блин, позор. Ну, хорошо, переходим к Тимофею, правильно, нет? Да. Да. Так. Ваешаф Ревен Эль Абор. Да. И пришел Ревен к Яме. Ну, да, надо объяснить, почему, значит, Ваешаф, это вернулся. Ну, да. Ла-Шуф, это возвращаться. И когда человек говорит, я тебя снова вижу. Как он говорит, Шуф, а не Роял Ха. То есть, Шуф, это всегда обратное действие. Повторное действие, правильно? Ваешаф. А если Ваешаф, так значит, откуда он Ваешаф, значит, его что, с ними не было? Это должно быть объяснено, он это объясняет. Да, так и есть. Михан Шилога Я Итам, Даэт Амахера. Ну, вот все. Отсюда, понимаем в копках. Правильно. Что не был с ними во время продажи. Ну, то есть, да, Руэр не был с ними во время продажи. Да. Да. Ну, то есть, про бросание он, конечно, знал. Потому что это он слышал. Но, видимо, был промежуток какой-то между тем, как приняли решение о том, что его бросить. И бросили его. Окей, а тут он отлучился. Не знаю, куда, в сторону отошел или к стаду пошел. Короче говоря, его не было на момент продажи. Поэтому он не понял вообще, а что, где. Окей. И очень может быть, что это будет. Да, сейчас, прости, хочу сказать. Очень может быть, что тут как бы развёртся такая драма-трагедия. Ведь реально, что сейчас написано? Вот прочитай, пожалуйста, следующее. Вайкраэт Гадав разорвал свои одежды. Значит, это признак скорби, правильно? Да. Мехмат. Мехамат. 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 Какое слово? Мехамат. Мехамат. ЦАР ДАЙГА НЕГУРАЛЕН. Да. Из-за печали и беспокойства. За него. То есть, может быть, получается такая, как бы, схема, что братья не сказали ему, что братья не сказали Рувену, что они продали. Это тоже еще одна история. То есть, если это был как бы бизнес всех, почему они с ним деньгами не поделились? Немножко все это, понятно, что на все это есть огромное количество комментариев, которые пытаются это объяснить. Но с точки зрения как бы драмы, да, как она представляется, какие-то странные отношения. То есть, между ними какие-то вот неравные отношения. И от всех братьев, потому что Юсеф, которого, правда, понятно, что он от всех отличается, да. Его младший сын, Бениамин, который не родился, да. Окей на этот момент. Его тоже, значит, как бы нету. А все остальные тоже этим разделяются. Есть Рувен и Юда, и есть все остальные. Вот все остальные, они поделили эти деньги. Получил ли Юда? Наверное, да. А Рувен, по-видимому, вообще ничем не знал. Он вернулся. И ведь нету его. И тогда, что я хочу сказать, что из этого получается, что вот следующий этап представления вот этой грязной истории чудовищной, да, этого преступления отцу Яку, чем может быть, что Рувен, он не кривил душой, не брал. А он говорил то, что он действительно, как ему казалось, так оно и произошло. Что его хаяра съела, там, не знаешь, что-то произошло. Он не знал, что его продали. Потому что иначе это как бы, а зачем ему тогда такое представление все это делать? Окей? Читаем дальше. Читаем. Дальше. Ва-я-шаф эль-э-хааф ва-йомар. Ва-йомар. Вернулся к братьям его и сказал. Да. Ай-э-лит ай-э-ны-ну ва-ни. Ана-ни-ба. Значит, нет ребенка. Ай-я. Куда мне деваться? Ну да, он говорит. Да, правильно. Читаем дальше. Да. Майк-рэ-ли. Да. Да. Ухаш, ше бетор аах. Агадоль. Ахарьед. 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 Да. Ответственность. Ахарьед. Ле-елед. Рубецед. Аль. Катерфав. Катерфав, да. Катерфав. Да. Значит. Так. Что случится со мной? Майк-рэ-ли? Ну да. А что я буду делать? Что со мной? Вообще. Почему? А почему он так говорит? Потому что он чувствует, что у него есть какой-то отдельный тавкит. Не так, как у всех братьев. Почему? Вот дальше следующая фраза это объясняет. Да. Значит. Он волнуется. Что бетор аах. Что? Ухаш. Что такое хаш? Он волнуется? Нет. Хаш это... Ну, близко к этому. Хаш это чувствует. Он чувствовал. Да. Он чувствовал. И маргиш, можно сказать. Но хаш как бы это более такое эмоциональное и внезапное. Мы же когда-то говорили про это. Это вот пид лото, в котором человек подходит к киоску. И тут же стирает, и тут же его видно. Выиграл или не выиграл. Называется хиш гад. Гад это счастье, а хиш это вот немедленно. Да. Поэтому вот здесь вот хаш это тоже чувство. Но у него просто поднялось. Он говорит. А что? Что со мной? Чем мне делать вообще? Я же старший брат. Да? Шебетор. Что как на старшем брате. Да. Лежит ответственность за ребенка. Ну да. Дословно. Рувец. Это обычно говорят про животных. Правильно? Рувец. Это как бы валяется. Помните это слово. Рувец. Оно вам не звучит. Про что? Где это слово? Брать. Брать. Там кто-то ляжет. Какой-то там. Брать. Кайнвей. Кайнвей. Да. Когда он спрашивает. Где? Он ему говорит. Ма. Ахи. 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 Я сторож брату моему. А шумер ланил ахи. А шумер ланил ахи. Да. И тогда Всевышний ему говорит. Да. Вот этот грех. Грех лежит у дверей. Перед порогом твоим. Да. У дверей. Вот это вот. Рувец. Там тоже это слово. Рувец. Оно такое. Обычно это животное, которое валяется. Обычно это животное, которое валяется. Это рувец. Да. Но действительно есть такое выражение. Рувец. Так ты. По-русски это как бы более просто переводится. Просто лежит на моих плечах. Но только здесь лежит. Это слово такое вот это вот сильное. Рувец. Окей. Ну хорошо. Читаем дальше. Читаем дальше. Скажите, Мафея, почитайте. Ну давай почитаем. Нет проблем. Махерат это и Маасе Хамор Беетер. Да. Продажа на поступок материальный. Махерат кого? Это Смехут. Махерат Ах. А. Махерат Ах. Продажа брата. Это поступок очень материальный. Да. Вот слово Хамор, оно очень важное. Харит тяжелый. Сослом. Мне никогда не понимают. Может быть Хамор потому, что он тяжелые поклажи несет. Я не знаю. Но вот слово Хамор, оно и в современном грите тоже. Хамур это не хорошее слово. Хамур это тяжелое, но не в смысле тяжести, а в смысле серьезности преступления. Он говорит, что это Абера Хамура. И человек совершил серьезное преступление. Хамур. Или там человек-распитатель говорит воспитаннику. Маасе Хамури Меот. Твои поступки, они очень, не знаю, как это по-русски в одно слово сказать, не очень серьезные. Они, ну, наверное, плохие как бы. В смысле они очень тяжелые в смысле тяжести этого поступка. Поэтому если запитано Хамур Беотер, они очень-очень серьезные, но опять серьезные с точки зрения как бы тяжести преступления, скажем так. Или говорят слегка ПЦИЯ Хамура, ПЦИЯ Хамура, не дай Бог, да? Это, опять, по-русски это серьезное ранение. Но и вредите это ПЦИЯ Хамура. Хамура в смысле тяжелое. Но вот между тяжелым и серьезным, да? Вот это вот хамур. Окей, дальше. По закону Торы, продающий человека из братьев его в рабство, и даже не из своей семьи. Да, лавдавка, лавдавка, это не обязательно, да? Не обязательно в семье, да? Подлежит смерти. Подлежит смерти. Есть тоже комментарии на это место, где говорится о том, кто продает брата своего, имеется в виду брата даже не физического брата, а брата, например, другого еврея в рабство предмета. И там объясняется, что отнимание у человека свободы, это приравняется, приравняется к его смерти, да? Ну и поэтому как бы он понимает серьезность этого преступления. Это не просто бизнес делать, это вообще, это серьезное преступление, за которое предлагается смертная карта. Окей, дальше. Сипур кисуй, это алиби. Дословно, это рассказ покрывания, что такое алиби. Это сипур кисуй, когда человек пытается оправдать то, что он что-то не сделал, тем, что он, ну, либо придумывает, либо так оно и было. Во время преступления он был там, не в этом месте, а был дома в библиотеке 5-й, 10-й. Но когда говорится сипур кисуй, то понятно, что в данном случае есть где-то некоторые фальсификации. Это как бы покрытие истинного положения вещей. Окей. Так. Отсутствие истинного положения. Сипур кисуй тоже очень вполне приемлемо в современном иврите, когда произошло что-то нехорошее, и кого-то ответственных вызывается, тут заговорится, что вот у него есть такой сипур кисуй. Сипур кисуй – это как бы отвод. Он говорит, я не знал, мне исказили. Вот сейчас у нас, не дай бог, как бы очень ужасное, трагическое событие. Честно говоря, не помню. Пару лет назад была трагедия на Армироне, где Лагбаум из-за людей там давка была. Ну да, там была дикая давка, погибла, не помню, не то 43, не то 47 человек. Просто задавили реально, приезжали к ограде и просто задавили. Там такая лестница была идиотская. Они бежали. Они там бегали, костры зажигают одна община, другая община зажигает, и они бегали между этими. И кому-то там, кому-то сказали, и самое важное, не выпустить эти костры, потому что там богословление, не знаю, что. Окей? И когда одним сказали, а, вы пропускаете, вот там сейчас это зажигает. И дикая толпа понеслась. И на их несчастье, это была такая лестница, которую по-идиотски сделали железом обитое. Видимо, для того, чтобы, наоборот, как-то, я не знаю, люди не скользили. Ну, короче говоря, самые первые, они просто стали валиться. Они как домино. Они одни падали на других. А после этой лестницы чудовищной, да, и тупик, это все было очень узкое. Некуда было разбежаться. Они попали в эту ловушку. И все это кончалось железным забором. Они просто были раздавлены. Там пытались детей спасить. Просто полицейские вырывали каких-то детей. Жуткое совершенно. К чему сейчас это рассказывают? Вот сейчас уже выводы комиссии, которая это обсуждала, да, она делает свои масканод, результаты. И там есть ответственные. Вот эти ответственные, возвращаясь к нашему, то, что у нас написано, они пытаются сделать сипурки суй. Я не знал, мне не сообщили. Ответ-то виноват инженер. Инженер говорит, там подрядчик. Глава правительства говорит. Я вообще про это не знал. Глава полиции тоже, что говорит. Это вот называется сипурки суй. Окей. Ну, хорошо, это такое было отступление. Так дальше что? Так он им говорит. Это же чудовищное преступление. Вы что, не понимаете? Надо срочно что-то придумать. Что надо делать? Да? Что делают? Войкхо, это кто-нибудь Юсеф. Войкхо, это стоит из зим. Да. Так, и взяли рубашку Юсефа. Ну, да. Они же его разделили, что предварительно. Ну, да. Не отшхитовали, или что ли, что-то? Нет, разорвали просто. А, выичхитусы и резин. Они козленка зарезали, чтобы кровь была. Козленка. Ну, да. А тут написано, тайш-кота. Ну, тайш-кота, это дословно маленький козел. То есть, ну, как бы козленок пойдем по-русски. Да? Да. Вид белу, это тукутонет бадан, шель асиер. Ну, да. Ну, и искупали рубашку. Искупали, в смысле, опустили. Твила называется, правильно? То есть, такое слово, когда что-то опускают в жидкость. Правильно? Называется твила. Есть твила в келим, там специальный, как бы, ну, ритуал, обычай, каким образом кошеризируют посуду, да? Это вид посуды, который можно там железно взять, ее в миг уйдут, окунают. Специально там около мига стоят какой-то такой сосуд, решетка, его окунают. Называется твила таки лим, да? Женщины окунаются, мужчины окунаются. Называется твила. Ну, то есть, они взяли и окунули это в кровь эту, да? Окей. Да. Кровь козла. Кровь козла, да. А думы, где даму шелебан? Напоминающую кровь человека. Ну, да, все это чудовищно. Но она, как бы, по внешнему виду, по-видимому, слабо отличается от крови человеческой. Дальше. Вышел хулияков, это кто нет? Спасибо. Ну, да, не написал яков, поэтому, как бы, комментарий, кому послали. Вышел хулияков, а кому послали? Послали, да, послали, кому послали. Якову послали, да? Послали Якову вот эту вот рубашку уже запасали. Они как бы продолжают это чудовищное представление, делают себя. Они вообще, они же сами с него сняли. То есть, как бы, они все знают. Они как-то делают себя, представляются, что они ничего не знают. Они говорят, ну, вот, да, ну, хорошо, переводи. И предъявили их отцу и сказали, вот, нашли мы. Нашли, да. Вот, что мы тут нашли в воздухе, да? Ну, да, узнай, пожалуйста. Признай. Акер, признай, да, признай. Не так ли? Да. Это рубашка сына твоего или нет? То есть, как бы, придуриваются при этом, грубо говоря. Чудовищная история совершенно. Окей, дальше. Можно узнать, как что Зои... Это она, Зои. Узнать? Они размазали по ней кровь. Но видно, что она полосатая одежда. То есть, видно, что это подяжка. Что это рубашка внешняя такая, она тонет, в которой обычно люди ходили в те времена. Что она вообще пасим. То есть, она полосатая. Но аваль. Аваль. А има Зои кто-то шелью сеф. У шелья дамаха. Ну, да. Да, но, как бы, не факт. Может, кого-то другого. Да. Ты говори, посмотри. Мы поняли, что она пасим. И мы помним, что ты давал ему кто-то пасим. Но ты отец, может быть, ты определишь, это его или нет. По-видимому, все-таки она не была такой исключительной. А все-таки другие люди тоже ходили в такой. Окей, дальше. Анахну. Анахну, ло, шамну, лев. Самну, самну. А, ло, самну, лев, ле, пратья. Мы, как бы, не уделили внимания деталям. Ну, вот ее деталям, скажем. Существует. Кутоны, да. Этой рубашки. Так. Ну, ты, который сделал эту рубашку. Да. Наверняка помнишь. Ну, да. Ну, я не знаю. Яков сам делал, либо кто-то делал и показывал ему, он давал. То есть, может быть, там есть какие-то узелки, не знаю, что-то такое. Какие-то отличные вещи, которые ты можешь сказать. А, да, это та самая. И вот, чуть я помню, вот здесь там было то, 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 то. Не знаю, какие-то подробности. То есть, они разыграют всю эту сцену. Окей? Хорошо. Аня, дальше ты? Да. Давай. Так. Ваякера. Ваякера, да. Ваякера. Ваякера. Тонат бнинь. И узнал. И сказал. Знал ее только, да? Вот это вот. Узнал ее, да. Узнал ее и сказал. Рубашка сына моего. Ну, да. То есть, они все правильно рассчитали. Там действительно было что-то такое, что Яков мог в точности сказать. Сказать, да, это кто этот Юсеф, а не какого-то другого человека, да? Так. Внизу. Это она. Да. Ваякера. Ахальтагу. Ахалатху. Ахалатху. Дикий зверь скушал его. Таров. Таров Юсеф. Растерзан. Растерзан Юсеф. Сожрала, да. То есть, они, как бы, идея такая. Их план был какой? Довести отца, чтобы он сам сказал. Потому что, если это, наверное, они сказали. Да, смотри, вот мы нашли. Она Юсефа. Наверное, его, как бы, съел. По-видимому, это вызывало какие-то подозрения. А почему не такой рассказ? То есть, когда они каким-то образом себя вносят в этот рассказ, сразу на них падает тень. А когда они принесли, сказали. Мы вообще, как бы, ничего про это не знаем. Вот есть кутон. А ты скажи. Ахальтагу говорит. И, видишь, это сработало. Почему? Потому что Яков сам же делает вывод. Это не они говорят. А Яков говорит. Что он говорит? Растерзан. Ну да. Хаяра. Ахалтау. Вот рубашка моего сына. Она его филип. Ну да. То есть, его сожрало хищное животное. Хаяра. По-видимому, это хищное животное. Ну, как бы, по-русски, плохое животное. Что значит, плохое животное? Хищное животное. То есть, это не было овца какая-то. Волт, там, медведь. Не знаю кто. Да. А дальше говорит. Что значит, она его сожрала? То есть, кровь-то откуда? Кровь откуда? Потому что она его сожрала. А что дальше? Таров. 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 Тураф. Тураф Ясеп. То есть, к повторению. Растерзанностью Ясеп. То есть, разорвало Ясеп. Все. Жуткая история. Да. Дальше. Эф-шар. Лей-ва-хэх. Лей-ва-хах. Я думаю. Лей-ва-хах. Шэй-гі-те трэфа. Эт Йосеф. Шэхая. 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 Трэфа. Эт Йосеф. Да. Возможно, как бы, убедиться. Убедиться, правильно. Лей-ва-хах, это убедиться. Возможно, убедиться, что животное растерзало Йосефа. Ну, да. Потому что это его кутонат пасе. И потому что видна кровь. Значит, очевидный вывод, что хаяра оторфал, то все. Другого вывода быть не может. Окей. А хим, сипру, шэмац-у. Эта кутонат бээлэват. Бэлэват, да. Бэлэват, да. Сказали, что нашли рубашку, как бы, ну, только одну. В одиночке. Да. То есть, нашли рубашку просто, и все. То есть, Йосефа они не видели. Они не знают, что произошло с Йосефом. Такой у них сипурки суть. Мы не знаем, что с ним произошло. Мы тебе приносим. Мы честные ребята. Мы нашли водку. Тонат пасим. Мы принесли тебе. А ты делай выводы. Все. Яков повелся на это. Он тут же сделал вывод. Средэй агуфа ло нишару. Вот им нишару. Частей тела нет. Да, остатков тела мы не нашли. Возможно, вследствие того, что это животное утащило его на свое там место жительства. В логово, я не знаю. Макома-шава – это не место проживания, а про детей говорится. Правильно? Ну, в логово куда-то утащило. Не знаю, куда. В общем, где оно живет, короче. Ну, оно живет где-то тоже. Ну, да. Просто, видите, немножко смешно звучит по-русски. Макома-шава. Место ее проживания. Подумать, что она там, да. Ей там прописку сделали. Бесседок. Жуткая история, но окей, да. Ах. Ах кивун? Шеи. Иван, но из-за того, что… Ах кивун. Ах кивун. Шеи лохлает обэгет. Ну, да. И поскольку оно не ест одежду. Да? Немца. Актонет левада. Ну, да. То есть они вообще довольно хитро. Они довольно хитро все это представляют. Правильно? Обнаружена эта рубашка вот в одиночестве. Да. Правильно. Они довольно хитро все это представляют. Ну, как бы по прямому смыслу. То есть они строят такой, называется, нарратив. Они строят сюжет. Да? И Яков, как бы, ведется по нему. Они не сказали, что они, во-первых, что-то сделали. Так они сделали себя. Как бы осует Ацман. Килшем ловя душу мдалат. Они ничего не знают. Они принесли этому. Сделай сам выводы. Яков сделал выводы. Да? Окей. И потом они ему, как бы, сказали, он сам пришел к выводу о том, что, ну, хорошо, а останки были, наверное, такой диалог. Нет, останков не было. Мы нашли только эту самую окровавленную его платье. Окей. Тогда Яков сказал, наверное, да, останки утащило куда-то за собой. Это хищное животное. Осталось только коту над пасим. Окей. Дальше. Ну, что? Во и края? Во и края? Так, да. Во и края Яков Симлатав. Кээээль. Каваль. Кэээль. Каваль. Как в трауре. И разорвал Яков одежду. Ну, да. Как в знак траура. Да. Знак траура человек, не дай бог, ни про кого не будет сказано. Но, как бы, по еврейской традиции, если человек получает извещение о смерти кого-то из близких, он развещает, он разрывает одежду. Называется крия. В современном вообще, опять, ни про кого из нас не будет сказано. Окей. Но стучаться в дверь, приходит обычно человек, и человек не сам рвет, а ему ножном подрезают. И поэтому то, что он сделал, это совершенно очевидно, что он признал сто процентов, он купил эту версию. Все, сто процентов. И поэтому, как подтверждение резюме, он сделал крия с Аймом. Он сделал крия, он разорвал один. Все. Окей. Дальше. ВСМ, ВСМ, САК, БМАТАВ. И, как бы, заложил, ну, как бы, рубище какую-то такую травму. Ну, да, сейчас этого не делается. Есть другие, как бы, элементы траура, которые делал человек, который получил извещение о смерти близкого человека. Сидит в шиву, прежде всего. Хоронит, сидит в шиву, и так дальше. Правильно? Вот. Ну, а в те времена, видимо, было положено, делал Айм. То есть, менял одежду на какую-то, не праздничную, а вот этот мешок какой-то, да. Как ты сказала? Вретич, как бы называть. Рубище, вретич. Ну, какие-то такие, да. Матнап это, мотнаем это бедра. Это то, что по-русски. На бедра, по-русски. Ну, да. На чрезву так переводится. На чрезву, правильно. Да. Ветабель, Альбно, Ямим Рабин. И оплакивал сына многие дни. Ну, да. То есть, только оплакивал, не отслеживайте слова. Ветабель, в смысле, Скорбел. Эвель, это Скорбел, то, что по-русски переводится. Соблюдал траурку, дочек. Да, соблюдал траурку, многие Скорбел. Да. Дальше. В Якуму, в Якуму, коль Банав, в Эхольбно Тав. И поднялись все сыновья и все дочери. Да. Коль Нашим, шевавайт, все женщины в доме. Кулель, кулель Нашей, Банав. Ну, жены сыновья, все жены сыновья. Если они им рассказали или нет, то же они ничего не сказали? Окей. Для чего они поднялись? Ленахамо. Ленахамо, да. Ленахамо. Для утешения, для его утешения. Да. Веймаэн. Да. Веймаэн Яков Сераф Лехитнахэм. Да, Сераф. Ну, отказывался Яков, ну, отказывался от этих утешений. Да, Имаэн тоже сейчас, по-моему, это, ну, то есть, не по-моему, она не употребляется. Локи Бейли как-то, ну, вот это вот слово Имаэн Салафа, по-моему, не употребляется. В сынахическом, говорите, да, это отказался, в смысле Сераф. Ну, то, что Сераф, да. Но Сераф, это Сераф. Окей. Ламрот Несенот Асвива Ленахмо, несмотря на попытки окружающих утешить его, вейомер. Да, и сказал, да. Кидавар Ло Ишане Эд Амэцьют. Ну, да. То это, как бы, ничего не изменит. Ничто не изменит, да. Ничто не изменит реальности, вот так. То есть, все это ничего уже не поможет. Ну, да, то есть, бессмысленно меня утешать. Никакого утешения нету, все, это окончательно. И что, какой, и что он какой-нибудь вывод делает? Эле. Эрет. 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 Эльбней. Эльбней. Да. Бни. Эвэль. Авэль. Шэула. Оно, но, однако. Сойду я, как бы, вслед за сыном моим могилу в преисподнюю. Ну, да, то есть, я думаю, что по простому смысл такой. До конца своих дней я буду скорбеть, потому что ничего нельзя изменить. Эту скорбь невозможность. Почему? Обычно все-таки по, как бы, правилам человек сидит 7 дней. То есть, есть периоды траура. 7 дней. Три дня. Ирают, хоронят, 7 дней шива, потом 30 дней, после шивы человек встает, 30 дней ставит мацеву, потом в течение года он читает эскорб, ну и, как бы, возвращается, как бы, к обычной жизни. А здесь он говорит, нет, я не принимаю это все. Это у меня на всю оставшуюся жизнь. И более того, я умру в этой скорби. И вот то, что написано Эрет Шиола, это спущусь... Ну, в общем, я умру, все равно... Мне там не совсем хреново. Да, да, да. Ну, такие очень, не знаю, драматические, жесткие, трагические слова. Да, да, ваевку, то, это Юсеф Авиф. И оплакивал его, Юсефа, его отец. Да. Умнам Яков Лояда. Быводаут. Правильно. Быводаут Мала. Млеа. Млеа. Аля Мавод. Аля Мавод. Мавод. Аля Мавод. Ну, да. Хотя одна, и в действительности он нам, хотя, ну, как бы, действительно, реально, Яков не был уверен, не мог с уверенностью, увериться с уверенностью в его смерти. Да. Шиарей Акуфа Ло Нинца. А поскольку ведь тело не обнаружено. Ну, да. Аваль. Шиарей Акуфа Ло Нинца. Аваль. Аваль. Ешанен. Ешнан. 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 Ешнан Роут. Ра-Йот. Ра-Йот. Я знаю. Не-Си-Ме-Си-Бать-Йот. Косвенное. Не-Си-Бать-Йот. Это косвенное. Ра-Йот Не-Си-Бать-Йот. Это из лиминальной хроники, да. Однако, имелись некие какие как бы свидетельства, обстоятельства. Да, побочные свидетельства. Косвенные, я сказал. Косвенные свидетельства. Государственное свидетельство, что Йосеф не трапнул, растерзан. Растерзан, да. Окей. Если можно, давайте сделаем так. Нам осталось на самом деле один абзац. Я дико извиняюсь, мне надо к восьми чуть-чуть подготовиться. Если можно, давайте остановимся на здесь. И с Божьей помощью в следующий раз мы кончим это и начнем в следующий. Хорошо? Да, конечно. Можно? Ну давай, Тимофей тоже читает абзац, все там осталось. Я не могу. У меня просто восемь часов... Нет, ничего страшного, в следующий раз. Хорошо. Смотри, давайте. Окей, просто у меня сегодня некоторая рамка такая есть, это редко бывает. Хорошо? Все, тогда всем спасибо. Отлично почитали. История чудовищная. Но слов из песни не выкинешь. Мы правильно делаем, что мы это выбираем. Кто-то еще входит. Нифига себе. Да, ну хорошо, я просто хочу сказать, вот кто-то еще вошел. Сказать, что мы сегодня на этом закончили. Окей, в следующий раз нам остался один абзац из этой статьи о продаже Йосефа братьями. И теперь в конце уже просто о горестной вести, которую они принесли отцу. И отцу отец говорит, что он будет скорбеть до конца дней своих. Окей, нам остался последний абзац. С Божьей помощью мы через раз это докончим. Хорошо? Все, тогда на этом заканчиваем. Всем счастливо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok